К работам в парке на площади Перекальского приступили еще в прошлом году. Демонтировали два торговых павильона, территорию оградили. Сейчас реконструкция возобновилась и завершится 15 июня. К этому сроку подрядчик уложит новую тротуарную плитку, установит специальный подиум для отдыха, который одновременно будет сценой для уличных музыкантов, смарт-освещение, навигационный стенд и небольшие скульптуры. Деревья и кустарники сохранят, уберут лишь аварийные и больные растения. В данный момент установили ограждение, демонтировали старую плитку. Сейчас встал вопрос о сносе части деревьев и прорабатывается работа с инженерными системами, которые здесь есть, потому что очень много сетей городских, нужно массу согласований по этому вопросу. Поэтому на данном этапе пока что мы ждем всех согласований. К проектированию этой зоны приступили летом прошлого года. Архитекторы учли мнения курян внесли современные детали. Предусмотрели и зону тихого отдыха. Ее оборудуют в тенистом уголке. Полутораметровая живая изгородь оградит ее от потока транспорта. Появятся клумбы со злаковыми многолетниками. Территория будет доступной для маломобильных курян. Парк должен стать местом и для отдыха молодежи. Рядом педагогический колледж. В прошлом году данной территории присвоен статус особо охраняемый. Земельный участок перешел в собственность Курской области. Разработана была проектно-сметная документация. Она прошла государственную экспертизу. Из областного бюджета выделили 8 миллионов рублей на проведение работы. Парковая зона призвана сохранить память о герое курской земли Степане Перекальском, который был смертельно ранен в бою за освобождение Курска на улице Ямская гора. Сейчас она носит его имя. Планируется, что в парке может появиться и бюст героя. Кристина Горлатых, Алексей Еременко, События дня.